Политолог Пётр Своек поделился своими мыслями по поводу избирательной системы в Казахстане. По его мнению, властям нужно сделать определённые выводы из прошедших выборов местных властей. Ведь законные выборы – это всего лишь часть успеха. Как подчеркнул политолог, нужно сделать так, чтобы политическая система продолжала стабильно работать. В преддверии основных выборов Акимов 25 июля было много дискуссий о том, как поступить с проектом новой концепции местной автономии, который правительство предоставило президенту на подпись. Однако сейчас важнее разобраться с последствиями этой кампании в Казахстане для будущего страны в целом. Стратегические цели Казахстана – войти в число 30 наиболее конкурентноспособных государств к 2050 году, а также намерение подать заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития, как указано в плане развития страны до 2025 года. Все, кроме Китая, из 30 ведущих стран имеют развитую парламентскую систему даже в президентском формате. И наоборот, практически нет развитых стран вне списка стран с полноценным парламентом и местным самоуправлением, за исключением насыщенных долларом арабских нефтяных монархий. Если наложить проблему местной автономии на стратегические цели страны, то получается, что для Казахстана создание полноценного местного самоуправления парламента и парламентских партий, неподконтрольных администраций президента – это путь? Куда? Политолог убежден, что вхождение Казахстана в его нынешней суверенной форме в число развитых государств – современного мира, мираж. Суть в том, что Казахстан, как территория, эксплуатируемая извне, уже надежно привязан к развитым странам. Стоит ли копировать европейские технологии на высшем уровне в структуру государственной власти? Отличный вопрос. Ни один канцлер, победивший партии по немецкой модели в Казахстане, работать не будет. Исторически страна не могла обходиться без того или иного правителя. И не будет этого делать в будущем. В какой степени персонифицированное президентское правление должно быть привязано к институтам совместного представительства, исполнительной и судебной власти, остается спорным. В идеале президент должен стоять не наверху, а в связке, уравновешивающей несколько ветвей. Но тот факт, что предоставление самоуправления в городах, поселках, деревнях и учебных классах для автономного принятия решений по местным делам, значительно облегчило бы проблемы центрального правительства и территориальных губернаторов, не может быть оспоренным. Приближаются сроки следующих президентских выборов. И досрочный вариант отнюдь не исключен. И нет уверенности, что власти смогут держать все под контролем и, в частности, предотвращать неконтролируемые заявления существующих политических партий или возникающих движений. Не исключен сценарий, при котором способность правительства сдерживать всех ослабнет до такой степени, что казахстанские кланы вместе с внешними, связанными промышленными и финансовыми олигархиями, попытаются выдвинуть реальных кандидатов на президентские выборы. Тогда что делать? Переход такого сценария в непредсказуемый гарантирован. Но единственная гарантия избежать дестабилизации и сохранить контроль над кланово-олигархической борьбой – это прибегнуть к внешнему арбитражу. Если искать источник легитимности не извне, а внутри, то это, конечно, вопрос реформирования избирательной системы, чтобы не допустить фальсификации результатов голосования самими избирательными комиссиями. Но это всего лишь техника, а гораздо важнее организовать парламентские и президентские выборы так, чтобы конкуренция в них не раздирала саму политическую систему. Это, по сути, главная тема для Казахстана сегодня.